Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о новом специальном проекте Goal Set Master. Зачем он нужен? Зачем он нужен компании? Зачем он нужен клиентам? Зачем он нужен нашим бизнес-партнерам? И прежде чем мы о нем начнем говорить, я хотел бы вспомнить одну историю, которая со мной произошла достаточно давно. Один очень мудрый человек в моей молодости сказал мне следующую фразу. Не бойся ошибиться, бойся остановиться. К чему я это говорю? Какое это имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору? На самом деле все очень просто. Мой собеседник подразумевал, что ты должен что-то делать, что ты должен чего-то добиться. Не останавливайся, делай что-то, чтобы ты чего-то добился. Но в течение жизни, я потом очень часто наблюдал, как эта замечательная формула не работает. Приходилось вам видеть людей, которые все время что-то делают. Они обучаются, они много работают, они суетятся, у них огромное количество планов, идей и проектов. Они очень много действуют, действуют, действуют. Они очень деятельны. И деятельность – это их кредо. И при всем при этом они не добиваются никаких результатов. А в чем причина? В чем проблема? А все достаточно просто. Человек не определил для себя цель. Это очень банально. На самом деле, это очень банальное умозаключение, но тем не менее, это факт. Это так. Человек не поставил перед собой точную и четкую цель. Прежде чем мы поговорим про это, я бы хотел обсудить с вами простой вопрос. С чего цель вообще начинается? Любая цель у любого человека. Совершенно не важно, кто этот человек и чем он занимается. И, кстати, когда мы говорим о каких-то целях, мы в том числе говорим о совершенно разных целях. Эти цели могут быть связаны с бизнесом, с семьей, с личными какими-то устремлениями, с детьми. Могут быть совершенно разные цели. Так вот, с чего начинается цель? Цель начинается с совершенно простой вещи. С мечты. Все люди мечтают. И мечта на самом деле тот начальный, маленький кирпичик, который человек закладывает для достижения своих целей и планов. Начинается все с мечты. Но есть одно но. Вы, наверное, видели, как часто происходит, когда человек о чем-то мечтает. Человек закрывает глаза, задумывается, улыбается, потому что ему приятно думать о своих мечтах. Он что-то там для себя нарисовал, что-то такое красивое, солнечное и радостное. Человек видит себя в своих мечтах счастливым и успешным. Он практически уже всего добился. И поэтому ему очень приятно об этом думать. Но сделал ли он для воплощения своей мечты что-то на самом деле? Думаю, ответ очевиден. У меня был очень интересный разговор с одним из наших лидеров, топ-лидером, Михаилом Уквасовым. Он так, в шутку, с некоторой иронией сказал следующую фразу. О чем мечтают люди? Люди мечтают похудеть, люди мечтают бросить курить, и люди мечтают заработать очень много денег. Но может ли являться целью желание бросить курить? Нет, конечно. Может ли являться целью желание заработать, к примеру, 200 тысяч долларов, евро, или любой другой какой-то валюты? Тоже нет. Это не может являться целью. Цель – это вещь, которую вы продумали, проработали, и вам для чего-то это нужно. Если мы говорим о деньгах, то человек зарабатывает деньги для чего-то. Он зарабатывает их для обучения детей, для покупки нового дома или автомобиля, на что-то, что ему необходимо в этой жизни. У него нет и не может быть целью просто забить одну из комнат своей квартиры бумажными купюрами, которые вот просто там есть. Но это не может являться целью. Поэтому следующий важный момент. Еще раз повторю. Мечтать – это хорошо. Человек мечтает, значит, он способен в будущем поставить перед собой цель и добиться ее. А следующий важный момент, который определяет успех человека, – это способность оформить мечту в правильно поставленную цель. Очень много людей просто мечтают. И вся их жизнь строится очень странным образом. Вся их счастливая жизнь проходит не в реальном мире, а в их мечтах. Знакомо вам такое? Он всю жизнь мечтает. И каждый раз из года в год им очень приятно возвращаться в свою мечту и думать «Вау, как будет классно! Вау, как будет здорово!» Но просто сама по себе мечта, она не имеет плана, она не имеет каких-то инструментов для достижения своей цели. И она даже не имеет правильную постановку цели. Так вот, следующий шаг, который очень важен для людей, которые хотят чего-то добиться в этой жизни, – это правильная постановка цели. Подчеркиваю, правильная постановка цели. Нельзя поставить себе цель «Я хочу 100 тысяч евро за год». А для чего ты их хочешь? Сначала нужно подумать на эту тему. И сегодня мы будем говорить об инструменте, которым я очень горжусь. Этот инструмент называется Goal Set Master. Совершенно бесплатный инструмент. Для чего он создан? В первую очередь, он создан для того, чтобы человек с помощью совершенно простых шагов мог посмотреть на свою настоящую цель. Ну, кстати, хочу оговориться, что у человека не обязательно может присутствовать одна цель. Их может быть много, и они могут быть разные. Для начала человеку необходимо посмотреть на те цели, которые у него есть. И действительно ли они правильные, и стоят того, чтобы их добиваться? Теперь, какой наш следующий шаг? Что нас ожидает, если мы действительно для себя определили верную цель? Что мы будем с этим делать? Мы можем представить, что мы мечтаем о том, что у нас будет дом. Здорово! Мы себе ставим цель. Хотим приобрести такой-то дом. Что мы дальше-то будем с этим делать? Как мы с этим будем жить? Хочу – это здорово! Хорошо написать себе в тетрадке или в ежедневнике «Моя цель такая-то, такая-то». Это тоже здорово. Но цель без средств к ее достижению, собственно говоря, не имеет никакого смысла. Теперь посмотрим, как работает Гол Сет Мастер. В первую очередь, когда вы туда заходите, вы видите раздел, который дает определенный набор целей. Это общечеловеческие цели, с которыми согласны большинство людей. Но в том числе там есть один небольшой подраздел, где вы можете записать свою личную цель на случай, если вы не нашли такую цель в перечисленном списке. И первое, что вам нужно сделать, нужно посмотреть, какую цель вы для себя выбираете, действительную цель. Я для вас зачитаю цели, которые мы используем в программе Гол Сет Мастер. Причем нами выбраны цели, которые выявлены с помощью определенных исследований не только нами, но и различными социологическими службами, различными социологическими институциями и являются общечеловеческими. Это такие цели, которые интересуют большую часть людей. Итак, накопление на обучение детей, накопление на личное обучение и развитие, накопление на погашение кредитов с целью полностью освободиться от долгов, накопление на медицинские расходы, накопление на старость или потерю работоспособности, накопление на приобретение собственности, накопление на начало собственного дела, накопление на пенсию, создание резервного фонда, сменить работу и заняться любимым делом, оплатить путешествия, позволить себе какую-то крупную покупку. Еще раз подчеркиваю, это список основных, на наш взгляд, вещей, которые интересуют большое количество людей. Но в любой момент вы в той же программе Goal Set Master можете указать свою собственную личную цель. Вы наверняка заметили, что в перечне целей часто звучит слово накопление. Говоря о Goal Set Master, мы действительно будем рассматривать достижение целей именно с этой точки зрения, через целевое накопление ресурсов. А почему? Давайте посмотрим с вами на простую вещь. Если мы ставим для себя маломальски значимую большую цель, например, хочу научиться рисовать, то вам минимум нужно купить какие-то краски, карандаши, бумагу, по минимуму нужно пройти какие-то курсы, что-то нужно сделать. На все это вы вынуждены будете потратиться. На сегодняшний день даже интернет-сообщество не может дать ответы на все вопросы и не может вам предоставить кисточку. Но просто так вы ее не приобретете, вам ее нужно купить. Поэтому здесь присутствует именно это слово накопление. То есть вы должны что-то заработать, чтобы добиться своей цели. теперь давайте посмотрим на следующий момент, очень важный на мой взгляд. Если мы определились с целью, с одной из своих целей, что мы будем с этим делать дальше? Как нам ее добиться? Просто так это тоже работать не будет. Почему не будет работать просто так? Потому что мы для себя определили какую-то цель, но есть общество, есть какие-то преграды, есть какие-то барьеры, которые нужно преодолеть, есть какие-то условия, которые нужно выполнить для того, чтобы вы эту цель могли достичь. Вы согласны? Думаю, да. И как нам с этим жить? Как нам с этим бороться? Что нам для этого нужно делать? А вот здесь существует вторая очень важная категория, которая предоставляет проект Goal Set Master и на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, во-первых, если мы говорим о какой-то цели, которая требует финансовых затрат, мы для себя должны определить сумму, с которой возможно выполнение нашей цели. Во-вторых, мы должны определить время, в течение которого мы способны эту сумму заработать. Это тоже очень важный момент. А вот следующий крайне важный шаг – это проработка своей цели при помощи проверочных вопросов в программе Goal Set Master. Для чего они сделаны? Эти проверочные вопросы созданы для того, чтобы понять, оценить и кропотливо проработать свою цель. Действительно ли эта цель важна для вас? Действительно ли эта цель истинна и соответствует вашим жизненным ценностям и представлениям о жизни? Действительно ли вы способны преодолеть все барьеры и преграды, чтобы добиться этой цели? Поэтому, отвечая на эти вопросы в нашей программе Goal Set Master, вы поймете и осознаете, что же вы на самом деле хотите. Нам очень важно, чтобы вы могли посмотреть и проработать свои собственные цели с помощью проверочных вопросов, понять, действительно это для вас важно, что вас ждет на пути к достижению своей цели и что вам нужно сделать для достижения своей цели. и я немного отвлекусь. На самом деле Goal Set Master достаточно простая программа. Вам достаточно войти в нее и посмотреть, что там происходит. Но отвлекусь я вот на что. В Goal Set Master в том числе есть такая функция, когда вы полностью проработали свою цель в программе. Вы можете распечатать для себя результат, ответы на вопросы. Так вот, моя важная рекомендация – обязательно сделайте это. Во-первых, это дополнительная возможность более тщательно сделать проработку своей цели. Если вы один раз прошли эту программу, это не значит, что вы закончили работать с ней. это не значит, что вы окончательно проработали свою цель. Почему? Я вам сейчас приведу такой пример. Когда-то очень давно мой папа научил меня читать книжки. Не просто механически читать, как родители учат детей это делать, а читать определенным образом. Что это значит? Я всю жизнь, начиная с момента, как только я начал читать, читаю с карандашом в руках любую книгу. Совершенно любую. Не важно, это художественная литература или это какие-то учебники. Совершенно не важно. Потому что, когда я читаю, я отмечаю идеи, которые меня особенно интересуют или вызывают особо сильные эмоции. Эмоции и идеи, которые у меня вызывают свои собственные мысли и озарения. Возможно, даже решение тех или иных вопросов. И я обязательно это отмечаю в книге, отмечаю карандашом. Есть специальная система, как я это делаю. Собственно говоря, мои отметки это мое эмоциональное отношение к тем или иным высказываниям автора. И что еще более важно, это моя способность детальной проработки своих собственных идей и целей. И в том числе я делаю это для того, чтобы когда-то, через какое-то время, возможно, через месяц, а может быть, это будет через 10 лет, возможно, и так, возвращаясь к своим пометкам в книге и просматривая то, что когда-то отметил, я могу проанализировать, каким был, какие ставил для себя цели и приоритеты. Мне интересно посмотреть на то, как я поменялся, как я изменился, и понять, что в моем сознании поменялось, а что осталось прежним. Но самое главное, я могу скорректировать собственные устремления и планы. Я могу поменять себя и найти новые, более эффективные решения. Я вам рекомендую точно так же относиться к использованию программы Голос Этмастер. Когда вы распечатаете свои цели и их проработку со своими мыслями и ответами, то в любое время будете способны посмотреть на все это новым взглядом. Когда у вас выдается свободное время или время, которое вы запланировали для размышлений, может быть, вечером, может быть, вместе с женой, другом, семьей, может быть, вы сами лично для себя это делаете. Вы смотрите, через какое-то время и, возможно, у вас возникают новые идеи, дополнения, которые вы хотели бы сделать, поправки. Возможно, вы захотите что-то поменять. это очень важный момент, очень важный, потому что ничего не бывает абсолютным, и способность поставить и проработать перед собой правильную цель, это серьезный труд, от качества которого зависит ваша жизнь. Я не очень доверяю таким понятиям, как аксиома. Мир, наверняка, вы и без меня это хорошо понимаете, видите, что мир имеет тенденцию к сильным изменениям. И многие вещи, которые раньше считались аксиомами, на сегодняшний день таковыми не являются. То же самое может произойти в вашем сознании. То, что для вас неделю назад было абсолютной аксиомы, может поменяться, и вы можете поменять свою точку зрения, вы можете изменить свой подход к решению той или иной задачи. Еще раз хочу повторить. Голлсет-мастер это не просто набор каких-то вопросов и каких-то целей. Это специальная программа, которая при условии вашего серьезного отношения позволит вам в первую очередь задуматься. Задуматься и посмотреть в какую-то область своей жизни, в которой вы что-то хотите поменять и создать. с помощью чего и как вы будете это делать, это следующий этап. Главное, вы это делаете для себя. Вы делаете это для того, чтобы поменять свою точку зрения, чтобы вы могли в первую очередь для себя решить, что для вас важно или чего вы хотите добиться. реализм. А во вторую очередь, возможно, с помощью нашей программы Goal Set Master вы сможете помочь еще кому-то обратить внимание туда, куда он даже не заглядывал. Если вы двигаетесь хаотично, если вы мечетесь из стороны в сторону, если вы не знаете, где у вас конечная цель и какая она вообще, то в результате ваше движение ни к чему не приведет. И в конце концов, такой образ поведения расстраивает человека. Рано или поздно такой человек, который движется хаотично, но не знает, куда он движется, и у него нет цели, все равно останавливается. Он все равно останавливается. И хорошо, если он способен задуматься и посмотреть, что что-то не так, что что-то не так происходит. А если нет, тогда что с ним происходит? С ним происходит только расстройство. А расстройство обычно приводит к еще большей стагнации, еще большей остановке. Итак, дорогие друзья, давайте подведем промежуточный итог, для чего же, собственно говоря, создана программа Goal Set Master. Первое, это точно и четкая постановка цели. Постановка действительной цели, я подчеркиваю, действительной цели. Не придуманной какой-то мечты, а действительной цели. и второй момент. Это возможность с этой целью поработать и проработать ее воплощение. Как мы можем ее добиться? А для этого нужно в первую очередь понять, она действительно вам нужна, это действительно ваша цель, вы готовы с ней работать и добиваться ее. Для этого во второй части программы Goal Set Master есть проверочные вопросы. И давайте мы на них посмотрим. Особым талантом человека является способность придумывать и мечтать. А некоторые фантазеры просто умудряются всю жизнь только мечтать и жить только своими мечтами. но к сожалению опять же не достигают никакого результата. Поэтому давайте мы с вами посмотрим на те проверочные вопросы, которые нам предоставляет программа Goal Set Master. Давайте начнем с вами рассуждать таким образом. Сначала определим нашу цель. Давайте выберем нашу цель, которую мы указали как классическую цель, которую преследует достаточно большое количество людей. И это накопление на обучение детей. Совершенно замечательная цель, я тоже такую цель ставлю перед собой, ведь нормальная реакция и желание родителей умные образованные дети. И это правильная, светлая, хорошая цель. А теперь давайте мы посмотрим на эту цель с помощью проверочных вопросов, которые представляет программа Goal Set Master. И первый вопрос у нас звучит следующим образом. Стоит ли достижение этой цели на самом деле моего времени, усилий и денег? Почему? Давайте взглянем на это следующим образом. скажите мне пожалуйста, много вы видели в своем окружении родителей, пап, мам, которые не хотят, чтобы их дети достигли какого-то успеха, были счастливыми и успешными людьми? Много вы таких видели? Ну, я, в общем-то, в своем окружении таких людей не знаю. И на самом деле вообще таких людей не видел. Обычно с такими проявлениями мы знакомимся в случайно просмотренных ток-шоу по телевизору, в которых неожиданно родители решили совершенно бросить, не любить своего ребенка. Но любой нормальный человек, отвечая на вопрос, стоит ли достижение этой цели на самом деле моего времени, усилий и денег, стоит ли тратить свои усилия на накопление, на образование наших детей, то какой нормальный родитель этого не захочет? Кто-то просто хочет гордиться своим ребенком. Так устроена природа жизни, что в нас заложено продолжение и развитие нашего рода. Любой человек хочет, чтобы его род продолжался. Человек понимает, что его рано или поздно не будет на этой земле. И все мы хотим, чтобы после нас что-то осталось. А что мы можем значимого оставить после себя? Конечно, в первую очередь детей. Может быть, плоды нашего труда, может быть, если это художник, то это какие-то картины, может это бизнес, может быть, это какие-то открытия, но в том числе одна из главных вещей, которые мы можем оставить на этой земле, чтобы жизнь продолжалась и развивалась, это наши дети. Естественно, мы хотим, чтобы они были успешными, а чтобы они были успешными, конечно, им необходимо образование. На самом деле, очень много факторов для достижения успеха в современной жизни, но полученный опыт и образование играют ключевую роль. Чуть отвлечемся. Я вам для примера на первом вопросе расскажу следующую историю. Итак, стоит ли достижение этой цели, той цели, которую мы для себя поставили, на самом деле, моего времени, усилий и денег. Я немножко отвлекусь от накоплений для образования детей на другую цель. Когда-то один из моих знакомых поставил себе в качестве цели приобретение в одном из очень престижных курортных уголков земли шикарной виллы. Купить или построить это не важно. Важно иметь виллу. Вот такая цель. При всем при этом человек крайне небедный и у него было достаточно недвижимости. В результате он добился своей цели. Но вероятно при постановке этой цели он не ответил себе именно на целый ряд вопросов. Не продумал и не проработал истинные причины и собственные желания. Прошло где-то пару лет с момента как он приобрел эту виллу и я его спросил ну и как там ты доволен как отдыхается вам вашей большой семье в доме мечты у вас все хорошо нормально и он ответил ты знаешь нет я спросил почему на что он сказал я сейчас нахожусь в стадии продажи потому что я живу и работаю в другой стране дети у меня разъехались по миру учится кто там кто там и для них дом это то место где мы собственно говоря всю жизнь живем а вот на эту виллу мы поездили где-то полгода и сейчас никто туда не хочет потому что возможности в мире совершенно другие можно в любую точку планеты полететь отдыхать узнавать что-то новое поэтому туда никто не хочет включая говорит меня и мне эта вилла оказалась не нужна вопрос он когда ставил себе такую цель ответил себе на вопрос стоит ли достижение этой цели на самом деле его времени усилий денег возможно он отвечал но возможно он не подумал и не проработал что-то но потому что его цель закончилась тем что она ему не нужна теперь давайте посмотрим на следующий вопрос почему я готов делать все необходимое чтобы добиться этой цели что на самом деле мною движет что для меня важно достижение этой цели если это касается накоплений на обучение детей могут быть совершенно разные вещи лишний раз я хочу подчеркнуть здесь самое главное что каждый человек должен отвечать на эти вопросы себе и отвечать откровенно вы для себя отвечаете вы не отвечаете на эти вопросы для каких-то друзей для кого-то еще вы отвечаете для себя в первую очередь если вы кому-то помогаете пройти эту программу вы тоже должны ему говорить о том что он отвечает для себя только для себя он внутри себя должен разобраться и задуматься почему я готов делать все необходимое чтобы добиться этой цели что на самом деле мною движет может быть для кого-то цель накопления на образование детей заключает простое желание сейчас сейчас я вложу какие-то средства и обучу своих детей и потом мой ребенок сможет меня содержать возможно такое возможно возможно человек хочет гордиться своим ребенком он хочет видеть портрет своего ребенка где-то в газете или может быть где-то еще и о котором будут говорить с уважением о какой успешный и классный человек вот фамилия у него такая он хочет гордиться этим могут быть совершенно разные мотивации один из таких моментов который я совершенно недавно услышал кто-то из вас знает может быть кто-то слышал может кто-то интересуется теннисом что есть такая российская теннисистка Мария Шарапа когда-то ее папа поставил перед собой цель увидев что дочка талантлива что он хочет вырастить из нее профессиональную теннисистку и на тот момент он продал всю свою недвижимость он продал абсолютно все чтобы появилась возможность вложить эти деньги в обучение дочери в результате совершенно недавно на днях я слышал рейтинг ведущих спортсменов и в том числе Шарапова объявила о том что она завершает карьеру и последний год она практически не играла и находилась на 300 каком-то месте в рейтинге при всем при том что она долгое время была первой ракеткой мира и выиграла все кубки большого шлема и эта удивительная спортсменка только на рекламных контрактах только на каких-то минимальных теннисных выступлениях заработала за год почти 190 с чем-то миллионов долларов возможно когда ее папа ставил целью чтобы она стала профессиональной теннисисткой возможно он просто хотел ею гордиться возможно он рассчитывал на то что он когда-то будет обеспеченным человеком за счет заработка дочери возможно еще что-то но вот это тот вопрос о котором стоит порассуждать и подумать чего ты хочешь собственно говоря от своей цели как ты хочешь с ней жить давайте посмотрим дальше на какой вопрос нам надо ответить еще что для меня не является важным в достижении этой цели и здесь нужно задуматься кстати опять же сделаю одну оговорку когда мы отвечаем для себя на эти вопросы мы не можем с ними работать по принципу что вот мы сегодня вечером два часа уделили ответам на эти вопросы и на этом все закончилось нет так не будет так не бывает и так не будет работать на эти вопросы вы отвечаете постоянно для себя и постоянно работая над ними получаете возможность каких-то коррекций вы работаете с этим когда вы работаете и думаете это сподвигает вас к правильным решением только тогда когда вы думаете и отвечаете на подобные вопросы искренне вы можете выделить правильные решения как вам быть как вам действовать так вот еще раз что для меня не является важным для достижения этой цели что это может быть ну например если речь идет о накоплениях на образование детей то вероятно можно определить что образование совершенно может быть разным правильно если мы выбрали для своего ребенка например что идеальная для него карьера это карьера танцовщицы ну наверное для меня совершенно не важно какая стоимость обучения в Гарварде потому что в Гарварде не учат на танцовщиц наверное для меня не важно что происходит в каких-то финансовых институциях которые имеют отношение к образованию наверное для меня важным являются знания и анализ в каком из хореографических училищ мой ребенок будет учиться и это будет связано с балетом или современными танцами наверное для меня важны другие вещи чтобы она с детства имела какую-то определенную подготовку и я уже с детства имел возможность тратить какие-то средства на детские кружки и секции какие-то школы связанные с танцами может это будет гимнастика может быть это будет детская балетная школа и так далее вот что для меня важно и я должен опять же об этом подумать еще раз повторяю вы выбрали сейчас цель которая мне кажется близка практически всем людям мы на ее примере только рассматриваем каким образом мы можем прорабатывать свои цели следующий момент вернее следующий вопрос отчего мне скорее всего придется отказаться на то время пока я буду достигать цели если если мы с вами определили что мы занимаемся накоплениями на образование детей как это происходит я вам говорил о том что в программе Goal Set Master можно обозначить какую-то определенную сумму которую вы хотите потратить потом на образование своего ребенка вы будете видеть ежемесячно что вам нужно ежемесячно откладывать для того чтобы собрать эту сумму в течение того времени которое вы определили на выполнение своей цели но вот тут возникает один момент допустим мне надо откладывать на образование ребенка ежемесячно 200 долларов а мой ежемесячный бюджет составляет 1000 долларов из расчета 1000 минус 200 у меня остается 800 долларов я просчитываю бюджет своей семьи и понимаю что мне 800 долларов не хватает на то чтобы прожить мне от чего-то нужно отказаться то есть моя семья не выживает на эти деньги окей хорошо от чего я могу отказаться я сейчас просто к примеру рассуждаю для вас например я принимаю решение что на транспорт какие-то транспортные расходы которые мне требуются чтобы я добрался до работы я не буду тратить эти деньги допустим это 100 долларов в месяц я буду передвигаться пешком я буду экономить но тут выясняется одна такая интересная вещь отвечая на проверочный вопрос от чего мне скорее всего придется отказаться на то время пока я буду достигать этой цели я могу задуматься над планированием своей жизни возможно я отказываюсь от передвижения на транспорте и я хожу пешком тем самым я экономлю 100 долларов которые позволяют моей семье выжить и в том числе откладывать средства на обучение моего ребенка но здесь есть один момент на котором я хотел бы чтобы вы посмотрели допустим человек тратит два часа на передвижение на работу и два часа назад то есть он тратит в сутки четыре часа только для того чтобы передвигаться причем не самым комфортным и удобным для себя образом причем при этом он экономит эти 100 долларов и это позволяет его семье выжить и откладывать на обучение детей но здесь есть следующий момент о котором стоит задуматься если я трачу четыре часа может мне что-то нужно опять же в своей жизни изменить может быть мне нужно еще какая-то одна небольшая маленькая цель или план для выполнения своей большой цели чтобы я мог за эти четыре часа заработать еще двести долларов для того чтобы передвигаться на транспорте вместо того чтобы ходить пешком и принести какие-то дополнительные средства в бюджет семьи очень важно продумать каждый вопрос внимательно и ответственно ваши ответы не помогут вашему соседу который живет через три квартала от вас когда вы рассматриваете свои собственные цели но это поможет вам если вы сможете это сделать для себя возможно вы потом сможете рассказать об этом соседу и сможете с помощью нашей программы голос от мастер помочь и соседу чтобы он тоже мог посмотреть в эту сторону и подумать давайте посмотрим дальше следующий вопрос как рассказать об этой цели незнакомому человеку за одну минуту многим покажется этот вопрос странным непонятно зачем мне какому-то незнакомому человеку рассказывать за одну минуту о своих целях и что я хочу достичь но на самом деле когда ты начинаешь задумываться то становится понятно если вы четко и точно сможете сформулировать что у вас существует точная цель и чего вы хотите добиться если вы за одну минуту способны рассказать это своему знакомому другу товарищу или просто какому-то человеку то это значит что для вас эта цель абсолютно реальна это значит что вы действительно с ней работаете не просто что-то там нафантазировали придумали а вы действительно работаете с этой целью кстати ответ на этот вопрос не предполагает рассказа о своих целях именно реальному человеку это может быть ваш условно выдуманный друг но как бы это могло выглядеть когда-то достаточно давно свою старшую дочь я начал потихоньку готовить к тому что было бы здорово ей уехать в одну очень развитую страну и там начинать строить свою карьеру и подумать об обучении ей было всего 18 лет потому когда я ее спросил а чего ты конкретно хочешь ты готова ответить кем ты хочешь быть какая твоя цель она сказала нет папа я не знаю после наших бесед и моих советов она приняла решение она сама приняла решение и отправилась в эту страну строить новую жизнь и это в 18 лет с учетом что этот человек рос в доме в котором был окружен любовью и заботой и в чужой стране было тяжело очень тяжело и были слезы и было достаточно непросто это был промежуточный этап которым я очень горжусь промежуточный этап моей цели образованная успешная и самостоятельная дочь разговаривая с ней я заставил ее задуматься о ее собственных целях и после ее отъезда я продолжал постоянно задавать ей различные наводящие вопросы которые по сути были проверочными единственное чего я хотел добиться чтобы она самостоятельно нашла свою цель и начала ее добиваться кстати вы можете спросить почему я хотел чтобы она уехала в другую страну ну во-первых именно в этой стране она смогла бы получить лучшее образование и во-вторых я глубоко убежден что когда человек попадает в незнакомую чужую среду его способности выживать и его намерение добиться чего-то стоящего многократно возрастают если посмотреть на истории успешных людей то очень часто это истории выходцев из провинции когда через полгода мне позвонила дочь и сказала папа я сейчас абсолютно точно знаю на каких работах я не хочу работать это не значит что они плохие и я их не уважаю но я не хочу там работать я знаю на кого я хочу учиться я знаю что я хочу делать я был горд необходимость выживать в незнакомой среде постоянная работа с проверочными вопросами придуманными папой сделали свое дело цель была поставлена и план к достижению составлен и да последнее что она добавила пап нет на самом деле сейчас ни одной страны где бы я за неделю не нашла работу и не обеспечила свою собственную жизнь можешь не волноваться это была одна из моих побед личных моих побед я с удовольствием могу этим похвастаться понимаете когда вы рассказываете какую-то историю историю определенного успеха историю как вы поставили цель и как добивались ее то в первую очередь вы помогаете себе вы мотивируете себя и помните что хорошая история успеха всегда мотивирует людей и вызывает чувство уважения к вам возможно вы хотите сказать этому человеку я хочу чтобы портрет моего сына дочери был в нью-йорк таймс или где-то еще и чтобы было написано в финанси таймс что это ведущий финансист или самый лучший спортсмен столетия или что-то еще возможно вы именно это хотите сказать но сначала вы должны попробовать ответить на этот вопрос сами для себя еще раз повторю ответы на все вопросы на которые вы отвечаете нужны в первую очередь вам это тот инструмент который позволяет вам действительно посмотреть что же вы хотите и как вы будете этого достигать хорошо идем дальше дальше два вопроса которые я бы объединил звучат они так с кем я хочу сотрудничать для достижения своей цели и с кем я не хочу сотрудничать для достижения своей цели и почему тоже достаточно важные вопросы ответы на них могут быть простыми раз мне необходимо делать накопление то я что-то готов придумать для себя и посмотреть в сторону какого-то дополнительного заработка значит мне нужно общаться с теми людьми которые занимаются чем-то что приносит доход и с которыми я могу делать какой-то совместный бизнес ну и наверняка ответ очевиден что вряд ли мне нужно сотрудничать с людьми которые остановились у которых нет цели у которых вся жизнь проблема и единственно возможный источник дохода кредит кстати таким людям как правило невозможно помочь они не принимают настоящей помощи единственное что они готовы принять от вас это ваши деньги и как я говорил в самом начале они остановились они стоят на месте но гораздо большая проблема не то что они остановились а то что они остановят вас зачем мне общаться зачем мне тратить время на людей которые никоим образом не могут привести меня к достижению своей цели и мешают мне в этом здесь нужно посмотреть внимательно на свое окружение на самом деле кто вас окружает помните я говорил что один мудрый человек мне сказал не бойся ошибиться бойся остановиться и есть вторая часть о которой я в начале сегодняшнего выступления вам не говорил о которой он мне так же сказал он сказал что и окружай себя людьми которые не останавливаются так вот ответ на эти два вопроса в первую очередь вы должны внимательно посмотреть на свое окружение не окружайте себя людьми которые останавливаются ну или регламентируйте свое общение с такими людьми давайте я вам приведу простой пример как-то я обратил внимание что настроение моей жены на протяжении какого-то времени резко ухудшилось я задумался может я что-то сделал не то может я как-то обидел ее или что-то произошло на самом деле все очень просто оказалось у нее появилась подружка которая регулярно навещала ее регулярно с ней встречалась и смысл всех общений сводился к рассказам и жалобам этой подружки эта подружка приходила и рассказывала моей жене с утра до ночи как у нее все плохо что она не зарабатывает денег что муж ну назовем это так нехороший человек дети оболтусы все плохо государство отвратительное ну в общем абсолютный катаклизм и абсолютная катастрофа в результате что происходило когда моя жена позитивный и вежливый человек слушала все эти жалобы она старалась помочь не просто сочувствовала а старалась подсказать что бы сделала она ну смотри может быть мы сделаем вот это может быть ты посмотришь сюда может ты сделаешь это человек ничего не слышал он вообще ничего не слышал для него было совершенно все равно у него была одна задача рассказать как все плохо в результате после таких разговоров состояние моей жены ухудшилось и я сказал слушай дорогая моя давай мы сделаем следующим образом ты не обижай конечно человека но для начала попробуй сократить количество общения если ты сократив количество общения почувствуешь себя гораздо лучше что собственно говоря в итоге и произошло то возможно лучше избегать такого человека раз он не хочет принять твою помощь поэтому отвечая на эти два вопроса с точки зрения цели с кем вам нужно общаться с кем не нужно вы внимательно посмотрите и подумайте чтобы достичь этой цели с кем вам действительно нужно общаться а кто вас тормозит подумайте и сделайте свой выбор давайте посмотрим дорогие друзья на следующий проверочный вопрос который нас интересует как другие люди в моем окружении отнесутся к тому что я достигну своей цели я крайне рекомендую задуматься над этим вопросом по одной простой причине человек существо социальное человек не может жить вне социума его окружают другие люди это банальная истина которая всем известна но так происходит что в нашей жизни нас окружают разные люди которые по-разному относятся к тому как мы живем как живут наши дети чего мы добиваемся и от их отношения и от их поведения иногда зависит сможем ли мы достигнуть своей цели и сможем ли мы что-то вообще достигнуть я в жизни не поверю если найдется человек который мне скажет что за всю свою жизнь ему никто никогда не завидовал не поверю если мне скажут что есть люди которых никогда не хотели обмануть так также я в жизни не поверю если мне скажут что не было людей которые за меня когда-то не порадовались такого не бывает те или иные эмоции люди обязательно испытывают на протяжении всей своей жизни по отношению к другим людям если вы ставите для себя какие-то цели то необходимо посмотреть на то окружение и на те реакции с которыми вы столкнетесь на пути достижения своей цели я не знаю как у кого но если мы рассматриваем в качестве цели накопления на образование детей мне кажется что это достаточно большая объемная цель которая подразумевает много различных ваших действий а также подразумевает вашу способность контролировать свое окружение и вовремя пресекать все попытки мешающие вам достичь вашей цели разве вы никогда не сталкивались в своем окружении с людьми которые не очень хорошо относились к успехам ваших детей и к тому что вы готовите их к чему-либо я думаю что так или иначе каждый из людей с этим сталкивался это не обязательно будет явно вы не обязательно это услышите в свой адрес в виде какой-то прямой речи но подобные люди поверьте они существуют и они могут вам улыбаться они могут говорить вам приятные слова но при всем при этом делать вещи скрытые тайные для вас которые помешают вам достичь вашей цели просто вредить вам и ключевой критерий который позволяет определить таких людей это критика критика учебного заведения которое вы выбрали для своих детей критика системы образования в целом и даже возможно замечения в адрес способностей ваших детей я советую вам посмотреть на тех кто вас окружает будьте внимательны и разумны оберегайте себя и свое окружение от беспочвенной критики сплетен и неэтичных действий не позволяйте кому-то со стороны помешать вашим планам и планам ваших друзей следующие два вопроса собственно говоря они перекликаются с предыдущими и кажется что в программе Goal Set Master есть некоторые повторения но это не совсем так каждый новый вопрос имеет свой особый смысл и при кажущейся похожести сподвигает человека точно и внимательно проработать свои цели и план их реализации с этой программой нужно поработать нужно подумать нужно действительно понять некоторые вещи и еще раз подумать итак следующие два вопроса которые бы я бы сейчас объединил в одно целое что мне нужно сделать чтобы другие люди захотели мне помочь в достижении моей цели и что я делать не должен чтобы другие люди помогали мне в достижении моей цели ответы тоже достаточно очевидны вероятно если я поставил себе какую-то цель и мне нужны какие-то финансовые накопления я не должен обманывать кого-то если я буду совершать какие-то неэтичные поступки по отношению к каким-то людям то вероятно рано или поздно это помешает достижению моей цели а если я буду помогать другим людям я буду с ними общаться я буду с ними советоваться я буду использовать их опыт и их советы для того чтобы достигать своей цели то такой подход вероятно мне поможет даже если мы будем отвечать на эти вопросы с точки зрения элементарных мелочей которые многим кажутся несущественными мы серьезно увеличим свой потенциал на пути к успеху ведь совершенно очевидно что если мы будем пунктуальны и будем приходить на деловые встречи вовремя если мы будем соответствовать дресс-коду который соответствует ожиданиям людей и предмету беседы если мы будем подготовлены к презентации своей идеи и точны в изложении ключевых моментов этой идеи то вероятность позитивного и положительного к нам отношения сильно возрастет а значит и вырастет вероятность нашего успеха будьте вдумчивы и внимательны отвечая на каждый из вопросов не забывайте вертеть головой по сторонам и обращать внимание на мелочи от которых иногда зависит половина успеха следующий вопрос если кто-то для кого достижение мною этой цели будет нежелательно кто это я искренне надеюсь что в вашей жизни таких людей нет но тем не менее если они есть то вам лучше знать что они существуют знать что они не очень хорошо относятся к тем целям которые вы для себя поставили почему такие люди встречаются но возможно кто-то не способен просто для себя поставить такую цель какую поставили вы возможно кто-то не способен ее достичь в принципе и часто в таких ситуациях возникает злость и зависть то есть человек не способен для себя что-то сделать он видит что у кого-то что-то идет хорошо и в правильном русле а он даже не может сформулировать свою цель то его это может просто раздражать я буду рад если вы вовремя оцените риски появления в вашей жизни таких людей это не будет для вас совершенной неожиданности и вы будете способны принять верные решения оберегающие ваши мечты цели и пути их достижения давайте посмотрим на следующий проверочный вопрос какие личные способности я должен у себя развить чтобы повысить свои шансы на успех замечательный вопрос о котором стоит подумать один из моих любимых и она начну с нестандартного ответа какие личные способности обычно люди понимают под этим вопросом целый ряд очень умных и сложных действий я должен чему-то научиться что-то делать в 10 раз больше что-то там повысить какой-то там свой уровень пойти на какие-то курсы закончить два университета и тогда у меня появится больше возможностей и так далее и так далее и так далее в общем стать богом 80 уровня да возможно это так и естественно это так и это работает но я бы начал рассматривать этот вопрос с элементарных вещей личные способности например может быть мне нужно ежедневно делать утреннюю гимнастику у вас возникает вопрос а как это может повлиять на достижение моей цели это очень просто если вы вовремя ложитесь спать с утра делаете утреннюю гимнастику вы находитесь в тонусе а если у вас организм находится в тонусе значит у вас больше жизненных сил и возможностей что-то сделать ваша работоспособность залог вашего успеха то есть не надо иногда задумываться над чем-то таким абсолютно глобальным иногда самые простые элементарные решения помогают вам достичь цели обратимся к следующему проверочному вопросу какие данные мне нужно изучить чтобы стать более компетентным способным получать ожидаемый результат в своей деятельности ну здесь достаточно просто этот вопрос связан с обучением те кто меня давно знают они знают что я всегда говорю что я учусь всегда всю жизнь и до сих пор я каждый день стараюсь получать какие-то данные которые развивают мои способности ключевое данное необходимо выбрать именно те данные которые вам нужны в данный период жизни которые помогают вам достичь каких-то результатов прямо сейчас либо продвигают вашу цель к завершению то есть надо научиться определять что вам нужно прямо сейчас и самое главное в данной ситуации выбрав какие-то данные изучить изучать их регулярно вот самое главное регулярно и плюс к этому развивать в себе способность эти данные тут же применять в жизни чтобы вы могли их применить в реальной жизни в противном случае они мертвы и бесполезны много интересных знаний на самом деле нас окружают и много данных с учетом того что на сегодняшний день через интернет мы наверное можем получить абсолютно все ну вот просто абсолютно все проблема заключается в выборе действительно необходимых данных которые вам действительно помогут в осуществлении ваших планов и для этого нужно систематически этим заниматься это первое второе что пожалуй на мой взгляд самое главное я повторюсь это способность применять те данные которые вы получили которые вы изучили на практике чтобы они вам действительно помогали если сегодня я неожиданно для себя и для своих друзей решу изучать курс искусства риэлтора у меня вопрос мне это сейчас нужно вероятно это действительно какая-то хорошая информация но она не полезна мне сейчас у меня совершенно другой бизнес и мне необходимы другие знания она мне не нужна вообще да я ее могу изучить наверное я буду счастлив от этого получу какое-то личное самоудовлетворение но зачем с какой целью я это сразу смогу применить и завтра пойду и буду открывать свое агентство недвижимости буду заниматься продажей домов земли и прочего нет поэтому здесь нужно точно и четко определять что вы хотите и что для вас будет полезно вероятно самым верным решением будет изучение тех материалов и повышение мастерства в той области которая сегодня приносит мне доход и приближает меня к достижению моих целей давайте посмотрим на следующий вопрос делаю ли я сейчас в своей жизни что-либо что мешает мне достижение моей цели один знакомый мне бизнесмен с крепким здоровьем с успешным бизнесом и с прекрасной семьей долгими ночами сидит и играет в какие-то компьютерные игры я не знаю в какие-то неважно совершенно но при всем при этом человек спит по 3-4 часа как вы думаете если человек ведет такой распорядок жизни даже какой бы он крепкий не был физически но так или иначе это все равно повлияет на его работоспособность на его способность думать на его способность вести дела эффективно и грамотно и что и чтобы мне кто-то не говорил так в жизни не бывает или человек для себя решил что он может питаться только вечером это тоже негативно скажется на его способности это тоже обязательно превратится в проблему рано или поздно это простые вещи о которых совершенно часто люди не задумываются они совершенно часто не думают об этом что это возможно каким-то образом может влиять на их жизнь а именно такие вот мелочи очень часто имеют как правило накопительный характер это не значит что вы сегодня посидели до 2 до 3 часов ночи и что у вас после этого вся жизнь поломалась нет конечно такого не будет но если вы это делаете на протяжении года то рано или поздно наступит момент когда у вас произойдет какой-то срыв какая-то проблема вы не сможете совершенно четко и точно делать то что вы задумали это обязательно произойдет к сожалению так устроена жизнь и к сожалению мы должны спать к сожалению мы должны учиться если мы чего-то хотим вернее к счастью на самом деле то есть это простые вещи и я когда акцентирую внимание на этих простых вещах я именно хочу вам показать что при всей своей внешней простоте программа Go Set Master совершенно не детская программа не программа для развлечения это та программа которая создана для того чтобы вы могли подумать о себе и о своей жизни чтобы вы могли дисциплинировать и планировать реализацию своих целей и планов и действительно достичь их и чтобы вы могли сделать это сами и помочь кому-то еще тоже воспользоваться этой программой но способным это сделать вы сможете только тогда когда вы сами прошли полностью этот путь рассмотрим следующий вопрос что мне в моей жизни нужно изменить чтобы создать или улучшить условия необходимые для достижения этой цели тоже важный вопрос казалось бы он повторяет предыдущий но здесь имеются определенные элементы и акценты на которые стоит больше обратить внимание то есть если там мы говорили о сне возможно здесь мы будем говорить о том что вы должны посмотреть как у вас устроены ваши взаимоотношения в семье где у вас работает жена работает ли она вообще нужно ли ей работать возможно вы должны работать а она должна сидеть дома с детьми а не нанимать няню здесь масса вариантов различных для того чтобы оптимизировать вашу жизнедеятельность понимаете иногда на самом деле кто-то говорит в семье все должны работать и жена и муж да возможно так но возможно жена работает в свободном режиме то есть она является своего рода фрилансером или у нее есть свободный график который позволяет ей воспитывать детей и при этом не нанимать ту же няню потому что какую бы мы замечательную няню не наняли какие бы у нас замечательные бабушки и дедушки не были все равно мама остается мамой то есть это один аспект элемент этого вопроса но на самом деле улучшить условия как это может быть возможно что вам нужно улучшить и потратить какую-то сумму денег например для того чтобы вы улучшили свои же личные условия то есть это не обязательно поменять вашу квартиру дом там или какую-то жилплощадь в которой вы находитесь возможно вам нужно сделать там апгрейд каких-то коммуникаций возможно вам туда нужно провести более мощный интернет возможно вам там нужно сделать другого типа водопровод это могут быть разные элементы быта который улучшит вашу среду обитания а значит повысится ваше настроение и ваши способности часто многие люди не понимают что совершенно простые вещи влияют на то способны ли они достигнуть цели быстро или этот процесс затянется элементарно если папа занимается бизнесом пусть небольшим совсем небольшим маленьким бизнесом и в целях экономии он решает что он будет 10 лет ходить в одних туфлях на все встречи это конечно наверное здорово с его точки зрения для решения какой-то маленькой незначительной задачки но на самом деле это не решение проблемы и это не решение которое продвинет его цели потому что он приходит в стопленных туфлях навстречу и люди это замечают и видят и помог ли он своим детям сэкономив и не купив себе нормальную пару обуви нет никак не помог вообще никак не помог воспримут ли его как нормального партнера с которым можно иметь дела для того чтобы он смог потом заработать какие-то деньги откладывать их на будущее нет никак не помог никак не воспримут поэтому вот на такие вещи стоит посмотреть внимательно я говорю немного гипертрофировано для того чтобы вы могли действительно почувствовать и понять эти моменты конечно в жизни не всегда так и все вы разумные люди вы понимаете как быть но просто очень часто я на себе испытываю этот момент есть такие есть такое понятие замыливание когда замыливается зрение замыливается взгляд на что-то и ты не чувствуешь и не понимаешь где проблема где решение а проблема оказывается только в том что у тебя там мелочь совершенная как будто шнурок развязался кто-то на это не обращает внимания но на самом деле это очень важно следующий вопрос какие правила в жизни мне следует принять и строго соблюдать чтобы создать благоприятные условия для достижения своей цели а вот здесь еще один момент это последний проверочный вопрос какие правила если до этого у нас были какие-то решения то правила это совершенно четкие и точные вещи которые вы для себя приняли как определенный закон что вы по этому закону действуете и живете и для вас это априори правильно это точно это так и должно быть вы определяете свой распорядок дня вы выделяете время для своего обучения и это правило вы вводите эти правила возможно вам нужно ввести правила для вашего окружения возможно вы введете правила для ваших партнеров когда в какое время проходит вашей коммуникации возможно вы определите расписание вебинаров правила могут быть различными но это ваши правила и вы должны их соблюдать у меня есть знакомый и он пользуется двумя телефонами один телефон рабочий и номер рабочего телефона он дает только своим партнерам и рабочий телефон не знает ни жена ни близкие люди ни родственники есть телефон свой собственный домашний для чего он это сделал у него есть четко и точное разграничение когда и как он работает и по какому телефону он разговаривает и в какое время и это были его правила неважно хорошие они или плохие но это его правила по которым ему жить и работать комфортно я вам рекомендую в зависимости от того чем вы занимаетесь что вы продвигаете как вы зарабатываете вы должны для себя в том числе посмотреть какие вы вырабатываете для себя правила правила регулирующие вашу жизнь это связано с работой с бизнесом это связано с семьей это связано с воспитанием детей это связано в том числе с вашим планом который вы для себя разработали по реализации вашей цели если мы говорим о накоплениях то в том числе вы четко для себя можете определить правила что каждый месяц допустим с 10 до 15 числа вы делаете накопительный взнос на какой-то счет ну или в какой-то другой форме это ваше личное дело но вы стараетесь четко следовать своим правилам если вы их нарушаете по каким-то форс-мажорным обстоятельствам это понятно но если вы нарушили свои же правила по причине возникновения соблазнов лени недисциплинированности то так или иначе у вас возникают проблемы с решениями поставленных задач и достижению своей цели выбирать вам так вот резюмируя и подводя итог всему вышесказанному давайте вернемся к программе Голл Сет Мастер первое это программа которая позволяет нам точно установить цель свою личную цель и поработать с ней повторяю поработать и подумать она заставляет нас активизировать все свои ресурсы все свои мысли для того чтобы выстроить абсолютно точную программу и план действий по достижению своей цели мы с радостью ее предоставляем всем нашим бизнес-партнерам и мы надеемся что вы сможете ею воспользоваться сами и она действительно вам поможет на что-то посмотреть иначе если вы способны ее пройти сами то поверьте мне это та программа рекомендую которую вы сможете помочь людям а помогая людям вы получите уважение и успех это точно а главное вы получите поддержку людей совершенно недавно я приводил такой пример перед тем как какие-то программы проекты презентовать нашим клиентам я обязательно их тестирую на своих друзьях на своих товарищах близких знакомых и спрашиваю их мнение что они по этому поводу думают я приводил такой пример что один достаточно серьезный бизнесмен которому я презентовал собственно говоря гол-сет-мастер буквально через два часа мне позвонил причем это совершенно самодостаточный успешный человек и сказал слушай я вообще в шоке абсолютно нахожусь я такого не ожидал от себя кстати позже выяснилось что он очень вдумчиво и серьезно отнесся к проработке всех вопросов так вот он говорит я пока сидел и играл в твою программу он такое слово в общем-то некорректное наверное выбрал я на одной страничке набросал три-четыре замечательных идеи для своего бизнеса и это твоя программа заставила меня задуматься о своих целях и о многих вещах я считал что у меня все четко и точно поставлено но я сейчас подумал над некоторыми вещами и кое-что откорректировал это не значит что ему надо было вообще с самого начала пройти весь путь но человек достиг какого-то успеха наша программа заставила его серьезно задуматься когда я рассказал об этом примере я рассказывал об этом примере это оказалось только первой частью этой истории появилась потом вторая часть а вторая заключается в следующем прошло еще несколько дней 3-4 дня где-то он мне позвонил и говорит слушай давно что-то мы не встречались и не были с тобой на рыбалке это было предложение которое поначалу меня не вызвало особого энтузиазма мы общаемся но в силу определенной занятости не так часто к сожалению выбираемся куда-то я с ним очень давно никуда не ездил тем более на рыбалку ну в конце концов в общем-то я согласился а в чем оказался смысл всего этого движения дело было на самом деле не в рыбе и не в рыбалке человек просто очень захотел со мной встретиться в непринужденной обстановке и пообщаться то есть после того как я ему отправил и поговорил про Goal Set Master и какая у него реакция была вы уже услышали от меня но после этого он встретившись со мной задал мне кучу вопросов не только по программе Goal Set Master там были совершенно разные вопросы он очень хотел пообщаться и послушать мое мнение на разные темы а резюме очень простое когда вы даете человеку что-то хорошее интересное действительно полезное и ему это помогает то кроме уважения хорошего отношения и интереса к вам он ничего более не испытывает и поэтому я вам рекомендую посмотрите пожалуйста на эту программу в том числе и с этой точки зрения мечтайте ставьте перед собой правильные цели и достигайте их а у нашей компании есть все необходимые инструменты для достижения ваших целей успехов вам и процветания с у� и платформы Субтитры создавал DimaTorzok